Ульяновская область Дзюдо – это образ жизни, это философия. Дзюдо переводится как гибкий путь. Спорт в целом – это дисциплина. Я очень рад, что спорт дал мне дисциплину. Дзюдо дал мне веру в себя, крепкость духа. И умение достигать поставленных целей. Со съемочной группой мировая звезда Дзюдо поделился своей личной историей успеха и рассказал о жизни до и после Олимпиады. По словам Дмитрия, в Дзюдо не сила решает исход поединка. Здесь нужно иметь острый ум, поскольку японское боевое искусство соединяет в себе самооборону без оружия и философию. Дзюдо – это что? Поддаться, чтобы победить. Когда Дзигара Кана шел по зимнему лесу, он увидел, как некоторые крупные ветки деревьев ломаются под тяжестью снега, а маленькие ветви ивы прогибаются, сбрасывают снег и возвращаются на место. Так у нее родилась идея дзюдо – поддаться, чтобы победить. Гибкий путь. Десять лет отец впервые отвел Дмитрия в школу самбо-70, в которой он учился до 1997 года. История успеха началась в 1995 году, когда парень занял второе место на первенстве России по самбо среди юношей. В 1996 году Дмитрий получил вывих бедра и год не участвовал в соревнованиях. Вообще я пришел на самбо. Не могу не сказать про самбо, потому что даже все дзюдоисты называли меня самбо-мен. И моя основа все равно – это самбо. Это наш родной вид спорта. Он очень похож на дзюдо. Очень много общего. Есть какие-то небольшие различия в правилах, но, в принципе, база, наверное, одна. То, что самбо вообще… Основа самбо взята из дзюдо как раз. Поэтому вообще я пришел на самбо в легендарную школу самбо-70, но с нашего возраста, с нашего набора как раз начались занятия дзюдо. Мы первые, кто одели кимоно. Я помню, мы как белоснежные лебеди в этом зале красных и синих самбовок. Выделялись сразу. Это было круто. О своей первой победе Дмитрий вспоминает с улыбкой на лице и говорит, что это были неофициальные соревнования. Именно тогда он понял, что свяжет свою судьбу с дзюдо. Самая первая победа была прямо в первый день, когда я пришел на занятия. Группа у начальной подготовки, из которой уже набирали спецклассы. Нас было 200 человек. Это огромная толпа. Многие занимались уже год почти. И вот я такой пришел, красивый, нарядный, в школьной форме. То есть раньше, что делали? Брали пиджаки школьные вот эти, легендарные советские, да, вот этот пиджак. Отрезали пуговицы, пояс от маминого халата. И вот так вот. То, что самбовки мы тоже не могли позволить. Это сложно было найти. И вот я в этом школьном, завязанном, мамином халатом, поясом выхожу. И вот из 200 человек по итогам игры, жесткого регби, определялось по 3 человека из каждой команды лучших игроков, которые потом между собой боролись. И я вот сразу стал одним из лучших, и мне сразу поставили бороться. Я не знал ни одного приема. Я вообще ничего не знал. И я выиграл. С 1997 года по 2006 год Дмитрий занимал призовые места и выигрывал первенство в Суперкубке и чемпионате России, Европы и мира под дзюдо и самбо. В 2003 году спортсмен окончил Российскую государственную академию физической культуры и спорта. Самым сложным в карьере спортсмена стал 2004 год. Именно в это время дзюдоист получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах в категории до 81 килограмма. По ходу турнира атлет получил тяжелую травму руки, но проявив характер и мужество, отказался заниматься в турнирах. Самые тяжелые соревнования – это Олимпийские игры. Почему? Во-первых, реально в дзюдо всего один человек трехкратный олимпийский чемпион. Мужчина, Намура, да? И то он, то есть три года, то есть трехкратный олимпийский чемпион – это 8 лет период. И то он выстреливал и уходил в тень. Он, по-моему, два чемпионата мира, что ли, выиграл. То есть он выстреливал и уходил в тень, чтобы по пальцам пересчитать там двухкратных олимпийских чемпионов. Я к чему это говорю? Что реально в дзюдо тебе дано всего несколько лет быть на вершине. То есть когда ты плаешь на Олимпийские игры, это реально надо понимать, что, ну, может быть, это один шанс жизни. Как, в принципе, и для многих других видов спорта. И поэтому любая ошибка, по сути, ты можешь перечеркнуть все, к чему стремился всю жизнь. Поэтому на Олимпиаде накал страстей вообще бешеный. В Олимпийской деревне воздух просто накален, напряжен. Мне кажется, хуже только на войне, наверное. Это очень сложный момент. Потому что я хотел выиграть золотую Олимпийскую медаль. И к этому всю жизнь шел. Поэтому я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Жизнь после Олимпиады стала другой. К Дмитрию пришла мировая слава, узнаваемость на улице и все закрутилось. Интервью, съемки теле и радиопрограмм, телешоу, рекламных роликов. Но главная цель у спортсмена была одна. Развить популярность дзюдо среди населения. Мною двигало желание сделать дзюдо интересным и популярным видом спорта. Для этого нужен человек узнаваемый. Кроме Владимира Путина, главного дзюдоиста страны. Самый узнаваемый дзюдоист страны. Поэтому нужно, чтобы я прекрасно понимаю, всем это говорю, что дзюдоисты должны быть в телевизоре. Иначе никак. И, собственно говоря, участвую во всяких проектах, в телевизионных шоу и так далее. В первую очередь мной двигала популяризация дзюдо. На втором месте был собственный бренд. Скажем так. И, ну, то есть, вот, поэтому я не отказывался. Я работал над собой. И, конечно, жизнь стала совершенно другой. Ну, естественно, спорт не вечен. Поэтому в 2006 году, когда уже я завязался спортом, ну, спорт заканчивается, а шоу продолжается. И вот сегодня будет супершоу. Ребята остались в восторге от общения с мировой звездой спорта. Дмитрий Носов – легкий и открытый человек в общении, о своих титулах и регалиях вспоминает только тогда, когда выходит на ковер. После мастер-класса мальчишки и девчонки смогли взять автографы и сфотографироваться со своим кумиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова